В поселке Тарки состоялось открытие новой спортивной школы. Яркое событие в жизни Махачкалы посетили представители разных видов спорта. Воспитанники центра продемонстрировали свои навыки в борьбе. Поздравить жителей поселки с этим радостным событием приехал и глава города Махачкалы Салман Дадаев. Все подробности в сюжете Луиза Раджабовой. Первая в поселке Тарки спортивная школа появилась на первом этаже поселкового центра традиционной культуры народа в России. Помещение долгое время находилось в непригодном состоянии, но все-таки ремонт провели. Теперь здесь на общей площади 400 квадратных метров созданы все условия. Имеется зал для занятий единоборствами, тренировок и соревнований. Есть и библиотека, где представлены книги о спортивных достижениях дагестанских и российских атлетов. Много читателей? Сколько у вас получается абонентов? У меня вообще записаны есть, у кого абонементы имеются? Это все, да? Да. На сегодняшний день поселковую спортшколу посещает около 150 человек. В основном это местные ребята, у которых систематические занятия спортом. Работу с детьми ведут 11 специалистов, среди которых 7 высококвалифицированных тренеров по вольной борьбе. Очень много чемпионов наших, которые представляли сборную Россию, сборную СССР. Эти братья Насуллаевы, как сегодня говорилось, уже сговорились за них. Братья Карачаевы, Набилла и Сапилла Карачаевы. В этом зале выйдут знаменитые борцы, потому что здесь есть на кого смотреть, есть на кого взять пример. Президент Федерации борьбы Сажид Сажидов подчеркнул, что учреждение должно быть нацелено не только на спортивную подготовку будущих чемпионов, но и на их воспитание в духе патриотизма и уважения к старшим. Здесь мы увидим уже великих спортсменов, выходцев именно с этого зала. Самое главное, здесь будут воспитываться нормальные ребята и достойные люди, которые будут представлять свой народ, свою республику на весь мир. Новая спортивная школа станет достойной альтернативой для проведения молодежного досуга и дополнительным стимулом развития спорта.